Напомню, что видео подготовлено сайтом уроки ТВ. Мы с вами продолжаем решать номер 1038 и ищем решение с системой уравнения под номером 2 и под номером 4. Итак, упростим уравнение под номером 2, первое уравнение. Смотрим у нас уравнение. x деленное на 2 минус y деленное на 3 равно 2. Чтобы упростить это уравнение, умножим обе части уравнения на число, которое делится нацело и на 2 и на 3, при этом оно наименьшее. Это наименьшее общее кратное. Поскольку 2 и 3 числа взаимно простые, то это наименьшее кратное будет равно их произведению, то есть умножаем на 6. x деленное на 2 умножаем на 6, для этого 6 делим на 2, это 3 и умножаем потом на числитель. y деленное на 3 умножаем на 6, 6 делим на 3, это 2 и потом мы 2 умножим на числитель. И правую часть не забываем умножить на 6. И мы получим с вами первое уравнение. 3 умножаем на x, 3х. 2 умножаем на минус y, минус 2y. И равно 6 у 2, 12. А во втором уравнении мы можем выразить с вами y через x. Для этого мы минус y перенесем в правую часть, там 34. 34 перенесем в левую часть, когда переносим, меняем знаки на противоположные, а затем поменяем одновременно местами правую и левую часть, ничего не перенося. И тогда у нас будет y равен 5x минус 34. Для тех, кто не очень понимает, я оставила 5x в левой части. Перенесла сюда 34, поменяла знак на противоположный. Перенесла минус y из левой части в правую, поменяла знак на противоположный. А теперь одновременно поменяла местами левую и правую часть. От этого знаки не меняются. И получилось y равно 5x минус 34. Итак, мы с вами выразили во втором уравнении y через x. И теперь в первое уравнение вместо переменной y мы подставим с вами выражение 5x минус 34. И тогда 3x переписываем, минус 2 переписываем, а вместо y подставляем 5x минус 34. Вот мы с вами и воспользовались методом подстановки. И равно 12. Второе уравнение переписываем. y равно 5x минус 34. Решаем первое уравнение, раскрывая скобки и приводим подобные слагаемые. Получим уравнение относительно переменной x и найдем его значение. 3x переписываем. Минус 2 умножаем на 5x минус 10x. Минус 2 умножаем на минус 34 плюс 68. И равно 12. Вычтем из обеих частей уравнение 68. И тогда в левой части у нас будет 3x минус 10x. Это минус 7x. 68 минус 68. Это понятно. 0. Для этого и вычитали. И в правой части 12 минус 68. Результат будет отрицательный. Потому что мы от маленького числа вычитаем большое. А теперь из большего модуля вычитаем меньше. 68 минус 12. Получаем 56. Ну и осталось разделить обе части уравнения на минус 7. Или умножить на число, обратное коэффициенту перед x. На минус 1 седьмое. Разведение обратных чисел равно 1. 1 умножить на x это x. Ну и минус 56 делим на минус 7. Результат будет положительный. 56 делим на 7 это 8. x равно 8. Итак, из первого уравнения мы нашли значение переменной x. x равно 8. Осталось вычислить значение переменной y. Для этого вместо x во второе уравнение подставляем 8. Будет 5 умножить на 8 и минус 34. 5 и 8 это 40. x равно 8. А y равно 40 минус 34 это 6. Вот мы с вами и нашли пару значений, которые обращают оба уравнения верные равенства. Поэтому это решение системы пара чисел 8,6. Запишем ответ. 8,6. И перепишем систему под номером 4. И упросим оба с вами уравнения. Для этого первое уравнение. Обе части уравнения умножим на число, кратное 3 и 8, при этом наименьшее. То есть найдем наименьшее общее кратное для 3 и 8. Это числа взаимно простые, поэтому наименьшее общее кратное их произведение. 3х8 это 24. Второе уравнение. Число, которое кратное и 3 и 6, при этом наименьшее, это, конечно же, число 6. Потому что 6 кратно 3. 6 делится на 3, поэтому оно и будет наименьшим общим кратным. Ну и теперь мы получим с вами два уравнения. Первое уравнение. 24 делим на 3, это 8. И тогда мы 8 умножаем на числитель и дроби. 1,5х минус 3. 24 умножаем на вторую дробь. 24 делим на 8, это 3. И теперь мы 3 умножаем на числитель и второй дроби. Будет плюс 3 умножить на 7 минус 3у. Чтобы уравнение не потеряло свои решения, не изменило свои решения, мы умножаем на обе части уравнения. Поэтому не забываем умножить и на правую. 3 умножаем на 24. 3 умножаем на 20, 60. 3х4 12. 60 плюс 12, 72. Второе уравнение. Умножаем обе части уравнения на 6. 6 делим на знаменатель на 3, это 2. И теперь двоечку умножаем на числитель первой дроби. Будет 2 умножить на 2,5х минус 2. Теперь 6 умножаем на вторую дробь. Не забываем поставить знак минус. И теперь 6 делим на 6, это 1. Если один из множителей равен единице, то произведение равно второму умножителю. Запишем его в скобках, потому что перед дробью стоит знак минус. И теперь не забываем умножить 6 на правую часть уравнения. 6 умножаем на х, это 6х. 6 умножаем на минус 0,5, это будет знак минус. 6 у 5, 30. И отделяем запятую один знак, 3. 6х минус 3. Ну и теперь нам нужно упростить. Наше уравнение. Раскрываем скобки, приводим подобные слогами. 8 умножаем на 1,5х. Для этого сначала 8 умножим на 15. 8 умножаем на 10, 80. 8 умножаем на 5, 40. 80 плюс 40, 120. И отделяем запятой один знак. Получаем 12. И дописываем х. 8 умножаем на минус 3, будет минус 24. 3 умножаем на 7, плюс 21. 3 умножаем на минус 3у, минус 9у. И равно 72. Второе уравнение упростим. 2 умножаем на 2,5х, это будет 5х. 2 умножаем на минус 2, минус 4. Раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Все знаки в скобках меняем на противоположные. Это будет минус 2у, минус 1. И равно 6х, минус 3. Продолжаем. Нам нужно с вами привести подобные слагаемые. 12х в левой части переписываем. минус 9у, переписываем. А теперь вычтем или прибавим к обеим частям столько, чтобы в левой части у нас не было беспеременных. минус 24 плюс 21, это будет минус 3. Поэтому прибавим к обеим частям уравнение плюс 3. В левой части минус 3 плюс 3 это 0, а в правой части 72 плюс 3 это 75. Второе уравнение. 5х переписываем. Минус 2у переписываем. И переносим из правой части в левую 6х, меняя знак на противоположный. Будет минус 6х. В левой части минус 4 и минус 1 это минус 5. Поэтому прибавим к обеим частям равенство 5. В левой части минус 5 плюс 5 это 0, а в правой части минус 3 плюс 5 это 2. И тогда что у нас будет с вами во втором уравнении? 5х минус 6х это будет минус х, минус 2у и равно 2. И нам легко будет с вами выразить х через у. Минус х переносим из левой части в правую, меняем знак на противоположный. 2 из правой части переносим в левую, меняем знак на противоположный. Тогда в левой части у нас останется минус 2у, минус 2, а в правой х. И меняем в правую и левую часть местами. От этого знаки не поменяются. х будет равен минус 2у и минус 2. И теперь в первое уравнение подставляем вместо х выражение минус 2у минус 2. Получим уравнение с одной переменной у. 12 переписываем. Вместо х подставляем минус 2у минус 2, минус 9у и равно 75. 12 умножаем на минус 2у, получаем минус 24у. 12 умножаем на минус 2, минус 24. Минус 9у и равно 75. Минус 24у и минус 9у. Результат будет отрицательный. Ставим знак минус. А теперь складываем модули. 24 плюс 3, это получается 33. И дописываем буквенный множитель у. А теперь к обеим частям равенства прибавим 24. В левой части минус 24 плюс 24, это 0. Для того и прибавляли 24. А что будет в правой части? 75 плюс 24. Мы получаем 99. Умножим обе части равенства на минус 1у, 33. Или что то же самое можете записать, разделить на минус 33. И получим, что у равен 99 разделить на минус 33, это минус 3. У равен минус 3. А теперь найдем значение х, подставив вместо у минус 3. Минус 2 умножаем на минус 3 и минус 2. Переписываем у равно минус 3 и находим х. Его значение. Минус 2 умножить на минус 3, это 6. И от 6 вычитаем 2, это 4. Пара чисел на первом месте значения х, 4, минус 3, будет являться решением данной системы. Можем записать ответ. Решением системы является пара чисел 4, минус 3. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.